Всем привет! Привет! Добро пожаловать на наш канал! С вами, как всегда, Таня и Илья. Сегодня мы продолжаем играть в Мочикору Наследие. А точнее, завершаем 10-я партия, финальная. Закончим кампанию и в конце подведем итоги. Мы готовы начать. И когда вы будете готовы начать игру номер 10, попросите победителя предыдущей игры перевернуть и прочитать текст вслух. Глава 10. Возвращение на Луну. Чемоданы собраны, реактивные корабли готовы к полету. Счастливая принцесса с корзиной сладостей и небольшим сувениром в виде космического корабля в бутылке едва сдерживает слезы. Но пришла пора возвращаться домой. Вперед к Луне. Ты че такое? Полет на Луну. В начале игры добавьте новую карту. В конец маршрута экспедиции. Ага. Значит вот так это будет. Да? Так это сюда. О как. Рекольно. Вы можете продвигать ваш корабль с деления 11 до деления 33 по обычным правилам. Продвижение корабля. Когда ваш корабль достигнет деления 33, вы окажетесь на Луне. Все понятно. Но уже кубик бросать тут не полезно. Бесполезно с 11 до 17. Придется платить монетками. И здесь тоже. То есть до сюда еще можно за кубик доплыть как бы на веслах. А уже потом то есть топор усами. А дальше уже на веслах придется гребсти. Так, полет на Луну. Вот. Ну здесь так и показан. Так это у нас туда. Добавь колоду правил. Так, космическая станция. Это у нас. Новые достопримечательности. Один раз в ход вы можете потратить два самоцвета, чтобы взять одну карту предприятия из резерва без оплаты ценных строительств. Неплохо. Лунная база. Когда ваш корабль достигнет деления 33 маршрута экспедиции, поместите ваш корабль и ваш жетон флага на эту карту. Ну в принципе все. С этим понятно. Теперь начните игру номер 10. Первым делает ход победили предыдущие игры. Все. Вперед. Так, я бросаю один кубик. 5. Раз, два, три, четыре, пять. Получаю монетку. Возьмите один самоцвет из банка за каждое ваше умерсальное предприятие. У меня есть одно такое предприятие. Значит я беру один самоцвет из банка. Оба. И я беру две монеты. А что две? А, завод. Ну да, да. Да, все правильно. Пожалуй возьму пекарню. Ходи. 5. 5. Двигаем принцессу. Раз, два, три, четыре, пять. Ох, как повелло, да? Бесплатно лиц? Да, да, да. Напоминаю принцессу. Да, если вы вдруг не видели предыдущие партии, для вас плейлист. Принцесса делает предприятие бесплатно. Принцесса делает предприятие бесплатно. Что? Что? Ну, конечно, я в ее руле. Ну, это да, не обсуждается. Даже. Три. Давай, черепашонок ползет. Так, гость. Крав. Рук, получаю монетку. И за троечку у меня срабатывают две пекарни, это две монетки. Так, ну, конечно же, я тоже беру лес бесплатно. Почему бы нет? Лови момент. Да, лови момент. Так, мой ход. Ух ты, йокай. Пятерочку. Давай, раз. Стой, стой, стой. Раз, два, три, четыре, пять. Да, у него все. Да, если бы у кого-то были, получили бы монетки. Но у него нет. Да, у него же правила поменялись. Напоминаю, что он теперь не блочит предприятие, а наоборот дает доход. Все, получаю. Залезь монетам. У тебя есть? А, один на набережной. Так, раз, три, три монеты. И заповедник один самоцвет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Никого нету, никто ничего не получает. Доход я не получаю. И, пожалуй, возьму лес, да. Все. Ходи. Два. Два. Раз, два. Ну, я ничего не получаю. Угу, я тоже, уверен. Возьму-ка я мебельную фабрику. Ммм, начинается. Ну, чувак. Один. Так, передвинь. Принцесску. И я получаю один самоцвет. Хорошо. И, конечно же, воспользуюсь, возьму велодорожку. Все, отлично. Один. Один. Я переброшу. Давай, конечно, самоцветов целая куча. Два. Тоже не нравится. Угу. Ах ты, что ты будешь делать? Ладно. Раз, два. Куда, куда? Раз, два. Ой. Угу. Мебельная фабрика. Мебельная фабрика? Угу. Ну, давай еще одну. А, бесплатно. Так, я хожу. Пять. Так, поехали. Сначала елкой. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Я получаю монетку. За елкой. Затем я получаю за два леса. Две монетки. И за заповедник получают три самоцвета. Я получаю пять. Так. Четыре монеты. Завода и два леса. Да, да. И я, пожалуй, построю космодром. Раз, два. Три. Четыре. Пять. Вы можете потратить три самоцвета, чтобы сделать еще один ход после текущего. Так и делаем. Раз. Два. Три. Трачу три самоцвета. Делаю еще один ход. Четыре. Давай йокая двигать. Раз, два, три. Четыре. На яблоневый сад. И я получаю, возьмите из банка, число монет равное цене стоимости карты, на которой стоит фигурка черепахи. Ну, это одна монетка всего лишь. Одна монетка. И я покупаю мебельную фабрику. Бесплатно. Все. Я беру две монеты. Что у нас выпало? А, четыре. Я еще две монетки за лес не взял, кстати. Не забываем. Хоп-хоп. Так, мой ход. Шесть. Шесть. Перебрасываешь? Нет. Наверное, торговый район. Так, я беру две монетки. Три сбрасываю. Возьму пять. Да. Все? Да. Хорошо. Пять. Пять. Раз, два, три, четыре, пять. На пшеничное поле. Пять. Две монетки за лес я беру. И три самоцвета. Три самоцвета. Раз, два, три. Раз, два, три. Что я куплю? Куплю, пожалуй, мебельную фабрику. Еще одну. И... Трачу три самоцвета и делаю еще один ход. А, у тебя пять выпало? Да, да, да. Получайте самоцвету другого. Пожалуйста. Что-то я... И, да, что-то ты спишь и берешь четыре монеты еще. А, четыре я взяла уже. Взяла, да? Хорошо. Три. Так, это две монетки за пекарни. Гость. Гость идет. Насколько она? Три. Ух ты. Три. Еще четыре. Неплохо так, неплохо. Так, ну что, может поплавать мне? Нет, я заберу мебельную фабрику, последнюю. Греха подальше. Все, ходи. Три. Три. Так, елка-герится. Нет. А, мы уж перебрасываем. Давай. Пять. Пять. Принцесса. Налез. И за пятерочки получай доход. Так, четыре. Так, четыре. И самоцвет у меня только... Только один за пекарни. Блак, я поплаваю. Давай. Все? Поплаваю. Ну, ты можешь за самоцвет перебросить. Давай. Давай. Семь. Хорошо. Есть начало. Четыре. Хорошо. Остановить. Все, хватит. Потому что вернешься назад. Двенадцать. Двенадцать. Три. Либо перебрасывай, либо... Переброшу. Давай. Все. Пять монет. Пять монет. Ну, это неплохо. Ну да, и тормози. Все, хватит. Так, все. Так. Один выход. Два. Отлично просто. Раз, два, пять монет беру. За гостя. Затем беру один самоцвет. И еще беру две монетки. Дальше. Что мы купим? Яблоневый сад, наверное, мы купим. Все-таки за три. Раз, два, три. Давай сюда. Миню. И я трачу три самоцвета. И еще раз похожи. Один. Эх, надо было... Я забыл про лес. Надо было лес покупать. Один. И беру еще один самоцвет. Так, что покупаем? Так, пожалуй, я куплю этот центр управления полетами. За пятнадцать. В конце каждого своего хода берите три монеты из банка за каждое деление, на которое ваш корабль продвинулся по маршруту экспедиции за этот ход. Вот теперь можно плавать. Так, это может быть за каждое деление? Да, да. Если бы ты вот построила и проплыла, получила бы 15 монет. То есть сначала надо было строить. Все, ходи. Так. Бросаем кубики. Нет. Да уже два может кубик выбросать. Четыре. Четыре. Раз, два, три, четыре. О, неплохо так. Так, сначала с лесом, это две монеты. Я залез, получил. Да, не забывай. Так, и вокзал. Две монеты. Да, две, две. Четыре даже берег, потому что тебе много там. Четыре. У меня место нахождения, вот так. И четыре монеты. И у меня набережная срабатывает. Я получаю тоже четыре монеты, так как его стоит на четверке. Тонет, десять, двадцать, двадцать пять. Строю космическую самосвитию. О, и что там можно делать будет? Один раз в ход вы можете потратить два самосвета, чтобы взять одну карту предприятия. из резерва, без оплаты цены строительства. Класс. Все, я построила. Выход. Поехали. Четыре. Так, неплохо. Раз, два, три, четыре. Так, канатные броди ни у кого нету. Затем за четверочку я беру две монеты. За два леса. Я беру тоже два леса. Две монеты. И за набережную я беру опять четыре монеты. Отлично. Так. Наверное, поплывем. Поплывем, поплывем. Восемь. Отлично. Плывем. Пять. Плывем. Двенадцать. Плывем. Давай еще разочек. Три. Перебрасываю, конечно же. Десять. Все, шесть. Хватит. Так, и я получаю в конце каждого своего хода. Берите, три монеты из банка. Так, три. Раз, два, три, четыре. Я на четыре продлился. Это двенадцать монет. Десять. Одиннадцать. Денадцать. Все, ходи. Два. Нет. Нет. Давай еще раз. Давай. Вот, правильно решили. Три. Что-то не везет мне. Ну да. Ладно, три. Ёкай на речной трамвай. Ничего я не получаю. Так. Я куплю явно не веса. Угу. Все, ходи. Так. Пять. Отлично. Ёкай. Раз, два, три, четыре, пять. Отсюда, ёлка. У кого есть рыбный рынок, получают. Нет у тебя, да? Торговые районы у меня есть. Хорошо. Так. Смотрите, пожалуйста. Затем у меня есть два леса. Это две монетки. Вот я забываю, что у меня есть торговые районы. Ага. И за заповедник я беру раз, два, три. Три. Три кристаллика. Три кристаллика. Оп. Все. Теперь, что же нам делать дальше? Космическую станцию можно построить. Двадцать. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Двадцать пять. Хоп. Все. А, давай я потрачу три самоцвета и сделаю еще один ход. Почему бы и нет? Поплаваешь? Ну, сейчас посмотрим, что тут у нас. Четыре. Давай. Раз, два, три, четыре. На фонтан. Получай монетку. А я получаю тоже монетку. За набережную. И за лес еще две монетки. И, пожалуй, сейчас я попробую еще проплыть. Давай. Ой, четыре. Залез. Угу. Переброс. Шестерочка. Перебрасываю. Тройка. Перебрасываю. Досмелись ты же. Все, все. Не хочу плыть. Не буду плыть. Все. Твой ход. Почти к тебе вернулся. Три монеты. И я покупаю центр управления полетами. Угу. Все? Да. Два. Так, ёпка. Ну, два идёт. Яблый насад. И я получаю монетку за яблый насад. И ты тоже получаешь. У тебя есть яблый насад. Одна монетка. Так, двоечка. Это получаю еще две монетки. За пекарню. И за храм один сына цвет. Так, что сделать? Ну, давай поплаваем. Может, попробуем. Один. Отлично. Это я. Я сюда. Хоп. Пять монет. Пять. И дальше я уже поплаву за деньги. Не буду рисковать. Плачу восемь монет. Восемь монет. Возвращаю себе три. И что там написано? Одну карту можно взять, да? Давай, наверное, лес возьму последний. Хоп. И поплыву еще раз. Девять монет получу. Так, шеточку. Одну сдачу. И возьмите две карты предприятия без оплаты цены строительства. Две карты, говорите, да? Давай яблоневый сад, еще один. И продуктовый магазин. Хоп. И яблоневый сад. Хоп. Так, все, на этом я ход заканчиваю. И я продлился с шестерки до девятки. Это раз, два, три. На три деления. Это девять монет. Все. Ходи. Восемь. Так, ё-ка. Ну, вынеслась. Раз, два, так. Раз, три, четыре, пять, шесть, семь. О, принцессия. А что это когда я... А, она... Нет, они уже все, они здесь, да. Да, но ты получаешь монетку, потому что у тебя есть торговый район за ёбкой. И ты получаешь? А мне нету торгового района. А, да. Да. Так, мебельная фабрика. У тебя их две, это шесть монет. Вокзал, раз, два, три, четыре, четыре. Четыре. Это двадцать четыре монеты. Поплыву. Поплыву. Ну, давай. Не бужда деньги будет? Нет, я... Ну, попробуй. Перебрасывай. Семь. Семь, а что? Надо восемь. Восьмерочку. Давай, последний. Десять. Десять. Класс. Так, три монеты. Раз, два, три. И... И одну бесплатную карту можно купить. Продуктовую. Дальше плывешь? Можешь за денежки проплыть еще раз? да и наверное за деньги 9 еще две карты взять и две карты до 2 речной трамвай ты монеты дорожку и я бы все все дальше на пушкать чаще день я же купила нет это не купила ты получила их на халяву за острый ты можешь еще продолжить давай и теперь сделай еще один в конце каждого своего хода доход закончился ты сейчас будет делать еще один ты проплыла 1 2 3 9 монет бери все построено 9 монет получу 9 монет и делаешь черепашку для начала 1 2 3 4 5 6 3 монеты и у нее срабатывает фонтан делаю еще но ты можешь что-нибудь купить а потом делать еще один ходу космодром наверное давай 45 и теперь делаю еще 4 так принцессу 1 2 3 4 чунаю 2 нет попробуй перебросить 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 4 монеты так десяточка я бы не высота мне так и теперь я двигаюсь так если что это надо 28 до ничего но сейчас 11 а потом следующий уход 17 на одно деление все в ход наконец наконец-то все вот как всегда и нет у меня семерки на 3 4 4 4 1 2 3 4 так это раз-два-три три монеты и где она стоит 3 еще 3 до 6 6 монет тоже неплохо и плачу 10 плачу 10 двигаюсь и получаю еще один ход и три монеты получаем не забываем монеты 1 2 3 ты кстати не получила три монеты возьмите монет хожу еще раз 6 6 6 6 6 6 так 6 2 монеты хотя не подожди давай переброшу вот и поиграли чего ты чего ты так меня 9 монет за каждый раз 24 всего лишь 36 36 так денежки я получил теперь давай буду двигаться это на 1 это на 2 это на 3 и я продвинусь на 3 деления это 9 монет все вперед 1 подожди хорошо хорошо туда 2 монеты я сделаю апгрейд своему кораблю космос лететь давайте мы тоже сделаем что-то оставляешь не я думаю 6 монет но это неплохо очень неплохо сделаешь еще один ход там давай здесь 3 3 4 5 7 17 пути будет тоже не плывешь летишь космос так получает 3 монет правильно да да это что продвинулась на отделение и так как 7 я делаю еще один ход еще не 3 3 3 самоцветов нет да все и все и я 1 2 3 долетела выход сам что не покупаешь нет мне нужны долюжки 6 давай черепаху 1 2 3 4 5 6 нам нужно снять каждую часть 1 монету и за 6 и за 6朝 и ещё это 3 1 2 3 и что я делаю наверное я сделаю еще один ход 3 самоцвета скидываю и еще 1 ход и еще 1 ход 1 2 3 4 5 6 это два это четыре все так что я могу сделать ничего собираем денежки все ходить 7 4 5 6 7 получая деньги тебя два это две монеты и мне две монеты так делай стой стой положи кубик 7 легкая 1 2 3 4 5 6 7 за трамвай да ничего не получаем и я делаю еще один ход 3 1 2 3 нет у тебя троечка да видишь как все ничего 10 это четыре монеты и двигается принцесса раз два три 4 5 6 7 8 9 10 так что не хватает еще до 31 ну все ходи ну мне уже без шансов удачи были самоцветы еще четыре набрать 10 10 ну хоть 4 что мне сделать ничего тоже не сделаю такое как раз два три четыре пять шесть семь восемь девять и канатной дороге на снега ну все семерочка он я ничего не покупаю паха ну принципе не будем меня 33 монеты есть все затрачу или налоги да я на лунной базе оп ну давайте же после окончания просите победителя перейдите карту и прочитать принцесса прощается и говорит как сильно будет скучать по каждому из вас и это переполняет вас счастьем луна прекрасна но вы скучаете по родному острову в конце концов кто-то же должен управлять городом пока вас не было йогкой построил огромный замок из песка и теперь хочет показать его вам туристы стекаются с разных уголков земли чтобы посмотреть на это чудо морская черепаха нашла себе друга с которым они решили основать удивительный морской город остров мочекора прославился своими строениями богатством и лисицами инженерами это ваш дом и вы можете гордиться тем каким он стал разыграйте все этапы описаны в разделе конец игры буклета правил но уже все эпилог поздравляем вы прошли кампанию если вы хотите продолжать играть датной партии без механики наследия или пройти кампанию заново прочитайте раздел правил игра после завершения кампании так ну что у нас по победа 55 получается 5 побед у тебя опять побед у меня так ну что подведем итоги вот как заявлено можно повторно пройти кампанию так подготовка к игре так колонна следе закончилась а вместе с ними к новинной истории посреди на острове мочекора но вы можете продолжать играть без механики наследия каждая ваша последующая партия будет разыгрываться по одним и тем же правилам так правилам игры номер 11 но при этом будет отличаться начальным условием после завершения кампании кампании берите в архив все карты обычных достопримечательностей и достопримечательностей острова правил игры номер один включая в себя все основные правила игры а также новое правило карты на полученной в ходе кампании карты холодной следе с учетом изменения уточнений описанных следующих двух подразделах подготовка к игре при подготовке стопок резерва оставьте карты золотой прииск или силук в архиве они вам больше не понадобятся стопки двухсторонних карт предприятий укладываются также как и время кампании той стороны вверх на которой стоит отметка лицевая сторона достаньте из архива все карты достопримечательностей крови карт завод случайным образом выберите три разные достопримечательности раздайте всем игрокам по одной копии каждой из них достаньте из архива все карты достопримечательностей острова случайным образом выберите одну из них положите рядом с резервой лицевой стороной вверх положите все карты остров лицевой стороны вверх рядом с картами маршрута экспозиции независимо от того кто из игроков получал их во время кампании карту сразу снова становятся общими каждый игрок выбирает 4 карт из центра города но это понятно определите первого игрока когда корабль игрока завершает движение на деление острова этот игрок берет соответствующую карту острова понятно в ходе кампании получается две карты правил передвижения йока выберите любую из них ну принципе можно как заново пройти кампанию так и играть по правилам наследие ну что подведем итоги какие минусы самый основной минус самый основной минус это мебельная фабрика да да как-то она просто дисбаланс то есть кто первый купил больше их у кого выпала восьмерка все считай уже победа в кармане может она так и рассчитана что как-то все стремились быстрее покупать мебельную фабрику но я не знаю все таки мы отнесем это к минусам что еще по минусам после вот как-то шестой партии стала уже вяленькой ничего нового не добавляли в основном вот как добавился этот новый трек все после вот седьмая восьмая уже как-то все однообразно стало но до шестой партии было очень интересно каждая партия было что-то интересное добраться до луны да ну то принципе тут ничего нового просто платить денежки да и все а по плюсам что у нас по плюсам ну во первых то что ее можно переигрывать много раз на во вторых можно играть по этим правилам применять эти правила к обычным очкором да ну и было интересно играть всегда менялись до достопримечательности каждый раз менялись то есть каждая партия новая и у нас много было стартовых карт центра города из которых нужно было выбрать 4 то есть уже до начала партии можно было строить какую-то стратегию и рандом как-то тут нивелировались с помощью алмазов вот это очень хорошая механика ну да я тоже не пожалел не денег не времени которые мы потратили так что обязательно попробуйте а на этом будем прощаться спасибо всем за внимание если были какие-то ошибки пишите в комментариях подписывайтесь на наш канал ставьте палец вверх всем пока пока